Дорогие друзья, добрый вечер. Как обычно по понедельникам главная культурная программа Российской Федерации, не постесняюсь я этого, культ бригады на медиаметрикс. Я ехал сегодня и думал, а как мне представить сегодняшнего гостя? Всё как не скажешь, всё как-то однобоко и неполно. И вспомнил очень хорошую историю, случилось оно 10 лет назад, я тогда только репатриировался из жарких стран в Российскую Федерацию, и дочь ко мне подходит и говорит, папа, ты знаешь, что Индиана Джонс, он на самом деле русский. Маленькая у меня дочка, в тот момент был. И я говорю, как-то русский, не может быть. Она говорит, пойдём, подводит меня к телевизору и покажет, вот смотри, сидит Индиана Джонс и говорит по-русски. И я увидел тогда человека, который сейчас сидит перед о мной, Евгений Додолев, и вот так и представлю, Индиана Джонс русской журналистики. Спасибо, Слава. Женя, скажи, пожалуйста. Потому, что я говорю по-русски, я понял. Скажи, пожалуйста, ты вернёшь с собой плётку, пистолет и шляпу? Они у меня ментальные всегда при мне. Весь этот набор всегда при мне. Дорогие друзья, мы не договаривались, мы не договаривались, но это именно тот ответ, который я хотел получить. Потому, что Евгений Додолев – человек, известный, ну, наверное, очень многим, как журналист, как медиа-менеджер, как гуру вообще всего, что связано с телевидением. Говори, говори, не останавливайся. Как гуру всего всего, что связано с телевидением. Вообще человек потрясающих широких талантов. Но, к моему удивлению, когда я готовился к этой программе, я звонил некоторым людям и спрашивал, вот, а как вы думаете, что можно было бы умного спросить у Додолева, у самого? И мне говорят, ну, там, то, сё, пятое, десятое. Я говорю, да нет, может быть, что-нибудь такое, чего мы не знаем. Например, о литературе. Все говорят, как о литературе? Ну, мы слышали, там, книга о Роке была, туда-сюда. Я говорю, ребята, за последние несколько вечеров я, изучая наследие творческое, Евгения Додолева обнаружил, что у него вышло, на секундочку, 29 книг, тиражом более чем миллион. Вот здесь вы помните, если вы смотрите программу «Культбригада», на этом месте сидело, может, уже двадцать, а то и тридцать писателей. Вот, если совокупно собрать, сколько они все издали, они не издали столько, сколько Евгений Додолев. И мы сегодня будем говорить о литературе, как это не забавно, Евгений. И сразу первый вопрос. Вот скажи мне… Я бы всё-таки, прежде чем прозвучать первый вопрос, хотел бы всё-таки сделать ремарку, что количество наименований, конечно, абсолютно никакой образом не является показателем, вообще ничего. Мы знаем, что Аббат Прево написал одну, Манон Леско. Вообще, есть много великих книг, которые были созданы человеком в порыве чего-то. Вот Вайнингер написал свой труд и вошёл в историю. Поэтому, всё-таки, это скорее минус для меня, вот эта номенклатура в 29 книг. Я сразу не знал, что их так много, поэтому, в общем, здесь гордиться нечем. Всё, я слушаю вопрос. Да, вопрос, в общем-то, на самом деле, простой. На самом деле, я не хочу, чтобы это было интервью, потому что интервью – это какая-то такая вот игра в кидание меча. Мне всё-таки хотелось, чтобы это получилась беседа, и беседа литературная. И литературная беседа должна начинаться традиционно с писателями. Я задаю один вопрос. С какого момента, в какой момент ты вдруг почувствовал, что тебе нужно сесть и записывать то, что происходит вокруг? То бишь, ты целенаправленно не для журналистской деятельности, не для телевидения, не для кино, а именно как писатель себя ощутил, что нужно взять ручку и писать труд. Вот как это произошло? В какой момент действия? Нет, это очень просто. Я, собственно, 31 декабря 2008 года уволился с позиции издательского директора ИДР, издательского дома Родионова, где там рулил всякими разными журналами, изданиями, и решил, что до весны можно отдохнуть, потому что очень напряжённый график был. Потом пришла весна, я подумал, ну майские праздники, кто вообще устраивается майские праздники? Потом лето, я думаю, ну летом вообще… И так это продолжалось достаточно долго. И, в общем-то, фактически я 4 года сидел без работы, ну вот без такой привычной для меня ежедневной рутины. Там офис, ну офис не суть важна, вот без чёткого какого-то графика. А всё-таки, ну, деятельный отчасти всё-таки человек. Поэтому за эти 4 года я очень много вот написал не книг, а материала, то есть каких-то наблюдений, записок. Ты говоришь 2001 год? С 2008 по 2012 год. Вот основная масса вот этих книг, они, собственно, вот сырьё было написано в эти 4 года. А потом мне просто надо было их как-то, вот это сырьё как-то оформлять, упаковывать в какой-то концепт более-менее. И, знаете, это, конечно, журналистские книги. Это, когда меня называют писателем, ну, конечно, это вызывает… Нон-фикшн. Ты писатель нон-фикшн. Ну, правда, здесь такая профанация произошла, конечно, на Нобелевскую премию после того, как его премию по литературе вручили Алексеевич, то, собственно, уже теперь… А потом на следующий год и… Боб Дилан. Боб Дилан, да. Так что я успокоился, думаю, да, я писатель. Раз уже у нас Боб Дилан поэт, то я, в общем, писатель. Не сравниваю по масштабу, конечно, себя с Бардом. Ну, это, конечно, не книги. Вот у меня папа был писатель, у него были образные мышления, он видел образы, он вот это… Это просто у меня журналистские книги, это публицистика, это мемуаристика, мемуаразмы, как я это называю, и всё такое. Ты сказал 2008 год, но на самом деле ты слукавил. Я теперь, будучи специалистом по творческому наследию Евгения Дудалева… Нет, я издавался и раньше, книжки у меня… Могу сказать, дорогие друзья, что Евгений Дудалев поскромничал. На самом деле он обозначил 2008 год как годом начала своего творчества. Началом бурного. Бурного творчества. Но, тем не менее, первая книга его вышла в 1989 на минуточку году. Несмотря на то, что перед нами такой молодой относительно человек, седины у него меньше, чем у меня, вообще нет. Пенсионер. Ты по старому стилю или по новому? Я пенсионер просто вообще. По жизни? В принципе, да. Вот она. По законодательству. Вот она, где Махровщина, как говорил известный персонаж. В 1989 году вышла первая книга, она называлась «Процессы точка. Гласность и мафия, противостояние». Скажи, пожалуйста, вот когда давай начнём, раз ты начинаешь скромничать, с этой книги. И не только с этой книги, там как бы такая целая серия. Я посмотрел, что первые три книги, которые тобой выпущены, это вот «Процессы», вторая «Пирамида 1» и третья «Мафия времён беззакония». Они вышли в 1989, 1990 и 1992 году, практически друг за другом. Они все посвящены одной теме. Теме мафиозности, коррупции, продажности и так далее, и так далее. С чем это связано? Почему у тебя именно эта тема так торпла, что аж три книги? Три. Ну, у меня были иллюзии, что вот партийная коррупция это то, что вообще мешает развитию страны, что если вот как-то победить вот это явление, то заживём мы прекрасно и счастливо, как в Америке. Это так я примерно думал для себя, и прям вот реально я был такой мальчишки-бальчишки. Застрельщик перестроить. Да, такой пионер прямо с деревянным мечом публицистики просто рубил. Тимура и его команда. Красного дракона, есть же гениальное определение у Пелевина про интеллигентов и интеллектуалов. Ну-ка, расскажи. Ну, наверное, в курсе всё это про Пелевина. Дорогие друзья, если вы Пелевина не читали, сейчас Евгений посвятит нас в том, чем разница. Очень своими словами, кто такие интеллектуалы и что такое интеллигенция. Что интеллигенция – это вот страта людей, которые жили под красным драконом коммунистическим, и вынуждены были для того, чтобы креативить, создавать творческий продукт и ежедневно целовать его в жопу этого красного дракона. И вот они красного дракона это отравили помадой, доставленной из ЦРУ, предостав слитой. И попали под глаз зелёной жабы, под которой мы сейчас живём. А зелёной жабе надо просто, чтобы нон-стоп, 24 часа в сутки ей делали минет, при этом обязательно, чтобы уголками губ делающий улыбался. Для этого достаточно только трёх по 8-часовой схеме. И вот интеллектуалы – это вот эти трое, которые пристроили к зелёной жабе. А вот вся интеллигенция осталась за бортом. Дорогие друзья, вот так вот разговоры о литературе начинаются с хулиганства практически. Практически с хулиганства. Ну, Пелевин гениальный, я считаю, недооценённый. Ну, какой недооценённый? Ну, его всё-таки говорят, что нет, это не писатель, что это всё-таки не Толстой, не Достоевский. У него очень много… Ну, то, что не Толстой, не Достоевский, я, в общем-то, согласен с этим. Он Пелевин, он совершенно уникальный человек, который может предвидеть очень многое, который вот эти обрисовывает схемы и модели, которые мы все как-то ощущаем, понимаем, что они существуют, но он артикулирует это и преподносит, я считаю, гениально просто, не побоюсь этого слова. – Прекрасно. Видите, какой гимн Пелевину. Надо Пелевину звать, сюда я чувствую. В любом случае, возвращаясь к твоему творчеству, вот эти первые три книги, они были все о борьбе с красным драконом. – Да. – То есть, ты был такой интеллигент, который хотел… – Я думал, что стоит вот обрушить вот эту систему, административно-командную машину, как это называлось, систему АКС, и всё будет нормально у нас в Великой стране, всё у нас есть. – Забегая вперёд… – Свободы не хватает нам. – Забегая вперёд тогда. – Да. – Ты говоришь, я думал в прошедшем, законченном. Теперь уже ты так не думаешь. – Нет, не думаю, я понимаю, что мы были очень наивны. Многие из журналистов, из людей, которых использовали в тёмную кукловоды, мы не понимали, к чему это приведёт, каков будет ход вещей. То есть, конечно, демонтировать вот эту советскую машину – это надо было, в этом у меня сомнений нет. Но то, что были разрушены связи между регионами, то, что была разрушена экономика, то, что случилось с наукой, с отечественной медициной, с отечественной космонавтикой, это, конечно, трагедия огромная. – Ты сказал, что вас в то время, тебя и группу энтузиастов, в том числе журналистов и писателей, в общем-то, кукловоды сподвигли вот к этому. То есть, ты ощущаешь себя маринеткой сейчас в то время? – Абсолютно, да. То есть, я искренне считаю, что я рискую жизнью. Кстати, всякое случалось. – Да, я видел твои фотографии с автоматом. – Да, то есть, я вот думал, что это просто такая борьба не на жизнь, а на смерть. Я помню, участвовал в каком-то творческом вечере с Юлианом Селёным и Гаврилом Поповым, и Гаврил Харитонович там что-то рассказывал. Я сидел такой, думаю, блин, вот если бы такие люди пришли к власти. Потом пришёл, стал мэром Гаврил Харитонович Попов, привёл крепкого хозяйственника Юрия Михайловича Лужкова, и мы все знаем, что из этого получилось. То есть, конечно, я был очень-очень наивным. Не хочется просто слово «глупый» употреблять, поэтому я для отмазки использую эпитет «наивный». – Когда твоя наивность закончилась? Если абстрагироваться… – Это не произошло в одном моменте. То есть, какое-то прозрение наступало поэтапно. Ну, прямо достаточно быстро, уже с 1991 года. – Началось разочарование всем этим процессом? – Ну, когда я увидел, что происходит с людьми науки, что происходит с интеллигенцией. И когда я увидел, что там 14-летние девочки вынуждены идти на панели. Ну, просто для того, чтобы есть. Чтобы они ели, чтобы их семья имела возможность что-то есть. И, в общем, я понимал, что это неправильно. – У тебя не было такого ощущения? Многие говорят, что в то время было ощущение, что вот этот переходный период должен закончиться. Да, нам сейчас тяжело. Мы впряглись, взялись и так далее, и так далее. И как бы всё столкнём. Колесо всегда тяжело движется в первые шаги. А потом мы будем. Всё, пойдёт и пойдёт. У тебя не было такого? Получается, что ты говоришь точностью наоборот. Ты понял, что ничего. Всё, кирдык, конец. – Нет, я понял, что что-то неправильно. И такой был проект, который я делал. Назывался «Моя газета». И главным редактором там был Андроник Мегранян. Это была такая попытка занять нишу независимой газеты, когда она перестала выходить в какой-то период. Я пытался вот как-то там что-то сделать. И это делалось с так называемым международным фондом реформы, который возглавлял академик Шаталин. И там были и Балкин. Очень много академиков-экономистов. И я с ними, когда общался, они мне просто открыто говорили. И они готовы были публиковать своё извеление, что Анатолий Борисович Чубайс преступник. Я говорю, ну, знаете, всё-таки преступником можно назвать только суд. Это презумпция невозможности. Она существует в глобальном масштабе. Они говорили, да, здесь нечего доказывать. Он просто совершает преступление. Говорили мне академики. Ну, я вот так вот как-то был в замешательстве тогда, не будучи там ни на сколько экономистом, не имея никакого багажа. Ну, тем не менее, у тебя математического бэкграунда хватало для того, чтобы понять, что это… Ну, для ответственности экономики нет, конечно. Вот. Но сейчас я понимаю, что надо было всё-таки, наверное, вот этих алармистов как-то послушать и, может быть, давать им слово, чтобы они это высказывались не в куларах на набережной в Международном фонде, вот эта реформа, а высказывались на страницах газет. Основным сегодняшним драйвом всё равно является список твоих книг, и я вот так вот, когда слушаю тебя, всё равно вот на этот позвоночник из этих 29 позвонков посматриваю. И как раз получается по времени, что в этот момент разочарования такого внутреннего, ты пишешь книгу «Их Кремль». То есть, ты уже как бы вот это вот своё внутреннее разочарование вливаешь в следующую книгу, которая в общем-то с авторцией, с Андреем Лонденко. И я считаю, что на самом деле я перебью, что это в большей степени, конечно, книга Андрея, самого, я считаю, способного из людей, которые в жанре интервью работают у нас в стране. Это не книга как таковая, там есть какая-то водная, как бы такой псевдо-концепт, и это набор самых разных интервью. – Да, там Жириновский, Алкс, Коротич. – Да, и лучшие интервью. Здесь не то, что я вот как-то ложно, так сказать, скромничаю на какие-то комплименты, но просто абсолютно объективно я как редактор понимаю, что лучшие вещи – это вещи вандетку. То есть, мы в пропорциях по знакам представлены там одинаково, допустим, но, конечно, вот те интервью, которые он тогда записал с этими людьми, которых сейчас уже некоторых и нету, а те, кто есть, не готовы говорить – это очень интересный памятник. Жалко, что, в общем, у меня даже не осталось этой книги. – Даже не памятник, наверное, можно назвать это слово «документ». – Документ, да. – Документ. – Потому что, да, вот было запротоколировано определенные настроения и определенные тезисы, которые озвучивали персонажи вот этого сборника. Так скажем, это не книга, все-таки это сборник интервью. – Как ты думаешь, тогдашний уровень доверия вот при подготовке этой книги, когда вот эти были беседы, правильнее, наверное, сказать, с такими людьми, как я сказал, Алтин, Жириновский и так далее. Возможен ли сейчас такой уровень доверия, если ты будешь встречаться, предположим, с людьми такого же калибра? Или это было другое время? – Да не было доверия. Более того, я сейчас не без стыда вспоминаю, что когда я читал блестящую беседу с генералом Макашовым, который говорил, что у нас назначают людей из Вашингтонского обкома, я ржал над этими. Я думал, какой смешной вообще. – Дядька. – Как прикольно. И он вообще просто… Просто мне казалось, что вот это классно это включить. Видишь, это с такой стёб, когда он там обрушивался на гомосексуалистов как-то. Я думаю, ну, блин, ну что это? Ну, куда? Да, ну шо ж ты прям уже, ну, уже ведь не 60-е годы, даже и не 70-е. Ну, зачем это? Вот. А сейчас я понимаю, что он, может быть, как военный человек не мог, так сказать, про окна Вертона сказать. Но вот сейчас мы видим, я вот буквально в субботу беседовал с известным нашим, с народным артистом Российской Федерации Серебряковым, который очень-очень рад за свободу. Я говорю, вот у вас же два приёмных сына, а, допустим, вот в Канаде они же могут сочетаться друг с другом браком. Вас это не смущает? Он говорит, нет, меня это абсолютно не смущает. Меня такие вещи смущают. Я честно вам могу говорить, когда речь идёт. То есть, каждый человек волен делать что угодно в своих спальнях, но, мне кажется, существуют какие-то вот традиции и правила, ну, которых надо придерживаться, мне кажется. Всё-таки вот я вот, ну, против однополых браков, допустим. Всегда было или только в последнее время к тебе эта идея вернулась? Нет, я не был, нет. Моя газета «Новый взгляд» была первая, где у нас был автор такой, Слава Могутина, когда он пытался в ЗАГС подать своим американским возлюбленным заявление, мы всячески это поддерживали. Потому, что я тоже видел в этом какой-то кураж. Видел какой-то в этом, то есть, это какой-то стебалово было мне. Ну, прикольно, ну, смешно. Ну, Могутин выходит замуж. Ну, или Женя, Слава, наш Слава, которого мы знали. То есть, я совершенно вот не понимал, что это достаточно серьёзное всё дело. Поэтому, когда у меня много лет спустя, вот уже буквально несколько лет назад было интервью с главным редактором одного мужского журнала, и я на него наезжал, потому что он опубликал фото снайперш, ну, Красной армии, воевавших войну, с заголовком «Самые эффективные убийцы в истории», потому что там каждый из них застрелил там больше сотни эсэсов. Я бы тоже наезжал. Ну, я понимал, что он смотрит на меня вот так же, как я смотрел. Ну, типа, это же стебалово, это убийца. Ну, понятно, что девчонки не убийца, но так красиво это сказано, что убийца. И здесь я понял, что я вот постарел, что я пенсионер, что я вот, ну, не знаю, меня это возмущает, потому что, ну, во-первых, солдат не может быть убийцей. То есть, если это солдат, который выполняет приказ, и вот если это снайпер ему сказано убивать, то его назвать убийцей, его никак нельзя. Если он убьёт там мирного жителя или пленного, ну, понятно, я какие-то банальные вещи озвучиваю. Ну, вот не знаю, ну, с возрастом мы меняемся, это прекрасно, и хорошо, что мы как-то развиваемся или деградируем, не знаю. Ну, наверное, всё-таки развиваемся, потому что те вопросы, которые тебе близки, в принципе, я тоже самое через это всё прошёл. Возраст чуть-чуть, ну, мы становимся… Ну, относительно моложе всё-таки. Близки, ну, относительно всё равно. Я тоже помню Перестройку и помню это отношение, вот отношение Стебалова было. Скажи, пожалуйста, возвращаясь, собственно говоря, вот к твоей разочарованности в политике, ты которую написал. У тебя в 1992 году тоже выходит книга, которая называется «Три слоя помады», в которой вообще политики нет, по большому счёту. Ты рассматриваешь там дихотомию между двумя самыми, наверное, известными, самыми красивыми женщинами, может быть, не знаю, XX века. Это Мерлин Монро, с одной стороны, с другой – Эдита Перрон. Скажи, как это сочеталось? С одной стороны, ты пишешь книгу о кремлёвских людях, которые дерутся за кресла, и ты с ними находишься достаточно большое количество времени. Не только «ТТТ», но ты ещё и пишешь о них, то есть ты погрузился. И тут такой бурлеск в сторону красивых женщин. Это в значительной степени было под влиянием коллеги «Марина Лиско», с которой мы в тот период сотрудничали, и она мне подсказала этот концепт. Мы очень много рассуждали на тему существования, вот, прошу прощения за грубости, может быть, женская аудитория обидца определения, баб с яйцами. Что вот это началось с «Мадонны», что «Мадонна» – это как «Марлина Монро» сегодня. Она тоже такая блондинка, то есть декольте, хватает себя за причинное место, и вот строит на секс-апиле, хотя очевидно, что та-то была женственная, а это, в общем, такой вот мужик. Такой вот, ну, как бы, вот такой, да. Крепкий. Крепкий. Такой боевой. И вот эта вот сама идея, как бы, вот «Баб с яйцами» выяснилось, что, в общем, они всегда в истории были, что вот и там и «Воительницы» были, и «Вита Перрон», это такая была «Баба с яйцами», и что просто сейчас наступило время, когда вот эти гендерные границы размываются, что мужчины становятся, вот, причем последний «Оскар» прославился тем, что пришел актер в платье, шикарное такое, вот, то есть мужчины становятся… Шикарный, изящный. Дрейфуют вот в сторону женских представлений прекрасных, в том числе и в моде, и в образе мысли, а женщины, в свою очередь, становятся более жесткими, более-менее, что вот это вот смывание происходит вот этих гендерных различий. Ну, вот, тогда об этом мне, как мне кажется, не писали, интернетов не было, может, кто-нибудь где-то и писал, но мне казалось, что я сделал какое-то открытие, какой-то прорыв, что вот это так вот необычно, мы упоминали каких-то запрещенных уже в ту пору в этом издании наших политики, таких, как чеченский такой был политик Сажи Малатова, блондинка в законе такая, которая… Да, я помню ее лицом. Да, выступала против Ельцина. Скажи, пожалуйста, вот если говорить о… Извините, дорогие друзья, это не я, это все классик сказал, о бабах с яйцами. Сейчас у нас вот на горизонте, если смотреть искусство, политику, вот все слои общества, которые более-менее известны, есть у нас бабы с яйцами? Нет, эта тенденция, она как бы… А вот назови, назови сейчас бабы с яйцами. И по хабитусу, и вообще, и по всем манерам, и по построению своей карьеры. Раньше как? Раньше женщина, у которых там было за три года десять романов, она считалась… Легкой поведением. Распутной, да. А сейчас это женщина тяжелого поведения, которая как бы вот меняет все и ломается, сложится стереотип. Это она выбирает мужчину, то есть, выходит обложка, где она с Яшиным на обложке, и там все мои либеральные друзья бегают и говорят, вот Ксюша выходит замуж, Яшин, все, сейчас это… Еще не раз продан этот тираж, она замуж за Виторганом. Вот это вот как бы финт. Ну, шикарно. Скажи, пожалуйста, если бабы с яйцами, грубо выражаясь, опять же, извините, дорогие друзья, если бабы с яйцами делает осознанный выбор, то, наверное, она делает выбор все-таки, как вот ты в предыдущем предложении сказал, в сторону женоподобных мужчин. Имеем ли мы действительно здесь это? Нет, почему, не факт. Не факт? Нет, абсолютно не факт. Нет, она не делает выбор вообще в сторону мужчин вообще, она делает выбор в сторону карьеры построения, в сторону обретения свободы, как это называют феминистки, то есть в сторону вообще слома существующих традиций и моделей. Вот Маша Гессетт, известный журналист американский, частью, может быть, российский, она вообще говорит, что институт семьи вообще не нужен, что это вообще… это пережиток, что вообще, что это унизительно, оскорбительно существует мама и папа, что должны существовать родители. Вот британская, королевская вот эта вот пара только недавно сказала, что у них будет джендерфлюид ребенок, который сам выберет… Свой пол. Свой пол. Ну, вот не баба с яйцами, хотя была и депутатом Кожевниковой, у нее вот, Марии Кожевниковой, у нее был такой персонаж в сериале «Универ», который мне говорил, пипец. Вот у меня другого слова нет, вот я вот просто словами Маши Кожевниковой, мне нужно сказать, что это пипец просто, потому что вот эта совершенно чудовищная триада, которую придумали эти кровожадные французы «Свобода, равенство и братство», она вот вбивается в голову, какое может быть равенство между мужчинами и женщинами. Ну, не может быть равенство, мы не можем, слава, рожать. Да ладно. Ну, вот не можем. Дорогие друзья, биологическое открытие сделано на литературной программе. Рожать мы с Водолевым не будем. Вот, поэтому не может быть никакого равенства, не может быть никакой свободы, и братства тоже не может быть, но это вообще тема для отдельной передачи. Да, скажи мне, пожалуйста, вот чтобы закончить это, у меня такой вопрос возник, пока ты как раз говорил про английскую семью и так далее, нет ли у тебя такого ощущения, что это, возвращаясь к кукловодам, что это каким-то образом привносится в общество определёнными силами, что это не само по себе такое движение, что «ах, давайте мы…» Это абсолютно очевидно. Ну, абсолютно очевидно. А где центр тогда? Потому что нету запроса социального на это, потому что то, что принято называть то, что наши богемы и власти не очень называют быдлом, а то, что я называю народом, вот этот народ, он везде, он это не очень принимает, ему вот это через медийное пространство объясняют, что вот так нужно, смотрите, Наоми Уоттс одевает своего сына в женские платья. Смотрите, какая прекрасная девочка. Вообще в этом нет ничего страшного. В некоторых графствах той же Канады в школах водится правило, что по четным дням, или не помню, по нечетным, все учащиеся ходят в мальчиковой одежде, а по другим дням все в женском. Мальчик ходит в женском платье, на другой день за то девочки ходят в мужском. Я не понимаю, зачем это делать, я вот не хочу быть девочкой как-то, и я не хочу, чтобы мой внук был девочкой совершенно. Слава Богу, сына же не будет девочкой. Да, вот сын, слава Богу, уже породил внука, вот я не понимаю, зачем. То есть, я на самом деле считаю, что офигенно толерантный, что, ради Бога, пусть все занимаются чем угодно, но существует как бы… Вот я такой пример грубоват. Понятно же, что… Хоть существует поговорка, что принцессы не какают. Понятно же, что все какают и писают. Ну, вот как-то все. И это же… Никто не будет… Нет, не срать. Запретить с завтрашнего дня срать – это гадко вообще-то. Ну, просто никто не делает это на людях. Я же здесь не могу сказать… Слав, ты что-то у меня приспичило. Подождите, ты пока говори, я просто… Ну, так не принято просто. Хотя ничего постыдного в том, что у нас есть мочевой пузырь, кишечники, мы их опорожняем, ничего постыдного нет. То же самое и со всеми форматами, скажем, я не называю их перверсиями. Это нормально, что это существует как угодно, но просто не надо выносить это на публику. Мы же не… Ну, кстати, если на то пошло, в Европе уже я видел вот эти писсуары, которые стоят. На улице, да? Прямо на улице. Да, ты можешь делать дела просто фактически на Так что здесь, кстати, я вот сказал, а понял, что я опять же ретроград. Ретроград, ретроград. Вот пенсионер. Не говори, ужас. Вот смотри, возвращаясь, собственно говоря, к твоему творчеству. Опять же, у тебя есть перерыв в 8 лет, когда ты ничего не выпустил, ни одной книги. В 93-м у тебя выходит, кстати, интересный вопрос буквально сейчас, а потом мы, в общем-то, об этом перерыве немножко поговорим. У тебя вышла книга очень интересная «Вещий генерал» или «Исповедь Калугина». Скажи мне, пожалуйста, чем тебя так заинтересовала эта фигура? Потому что фигура – это не то чтобы неоднозначно, я бы сказал, одиозная. То есть, это предатель. И ты выпускаешь о предателе книгу, да и при чём так называешь ее «Вещий генерал». В чём же он вещун-то такой оказался? Ну, во-первых, не было статуса предателя. Во-вторых, Олег Данилович Калугин – это отчасти в медийном смысле моя креатура. Я его впервые вывел на большой экран. Я надеюсь, не ты его вывел на американскую разведку? Нет, я его вербовал вообще, ничего про это не знаю, но был такой совершенно пелевенский, кстати, персонаж по фамилии Насеткин, который жил в номере Горбачёва в гостинице «Россия». У него не было паспорта, он какой-то бомж был, он не умел писать и читать, но он знал всех. И вот он меня, как взглядовцы, тогда познакомился с кучей людей, он сказал, есть генерал КГБ, который такой, ну, правильный, который вот всё может рассказать про Лубянку, про вот это. Я говорю, давайте, давайте… Открытый такой, честный. Да, давайте сюда. И поехали, я сделал этот сюжет, и сюжет вышел, и его… Я помню этот сюжет. Все там в западные голоса, и я бывал дома у Олега Даниловича с его женой, был знаком, и помню его коллекцию пластинок и коллекцию вины, он совершенно меня очаровал, он мне открыл глаза на многие вещи, почему был создан рок-клуб, он же курил создание Ленинградского рок-клуба. Он говорит, ну что за ними, вот по этим кочегаркам подворотням за всеми бегать-то там, так сказать, сколько надо агентов, чтобы внедрить в каждую группу, а здесь мы им дали помещенице, вот как бы… Приходите, микрофончики повесили. Да, вот, и всё, и они там сами же приходят, сами всё рассказывают, всё в одном месте, очень удобно. Он очень гордился созданием Ленинградского рок-клуба и тем, что вообще он как крыша… Сейчас, наверное, Ленинградский рок-клуб не хочет вспоминать то, что основателем и отцом, так сказать, вдохновителем был… Из песни слова не выкинешь. Предателем. Более того, я сейчас наблюдаю некоторые, скажем, медийные структуры, которые, мне кажется, созданы по этому же принципу, чтобы собирать всё в одном месте и наблюдать за этими людьми через одно увеличительное стекло, а не расставлять их 150 по разным городам. Хорошо, если наша разведка сделала, а то ведь, может быть, такие места не только наши не создаются. А вот очень интересный момент, который меня просветил Олег Данич Калугин. Когда я говорил там советская разведка, советская контрразведка, он снисходительно сказал, что нет, никакой советской, никакой американской, никакой британской, никакой французской, никакой китайской разведки. Из национальных есть только МОСАД, где там действительно вот это достаточно монолитно. Остальные все – это просто разведчики. И он сказал, что любому классному специалисту из МИ-5, он, Калугин, ближе, чем члены королевской семьи или какой-нибудь британский журналист, потому что они понимают устройство мира. Это как бы надгосударственная элита разведчиков. И они руководят миром, и они делают всё. Не они ли наряжают мальчиков в женские платья? Не исключено, что, может быть, это разработка МИ-5 или какой-нибудь, я не знаю, по польской разведке. Нет, он утверждал абсолютно, что разведчики, они всегда сотрудничают, во-первых, друг с другом, что в отличие от военных, которые конфликтуют, и как бы это их работа, что, во-первых, там полно двойных, тройных агентов. Он очень интересный вот это всё рассказывал. Он говорил, что ему ближе тоже, условно говоря, какой-нибудь ЦРУшник, чем какой-нибудь танковый генерал. Он тебя подводил к идее, которая потом в его жизни и случилась. Ему ЦРУшники стали совсем близки, уж ближе некуда. Ну вот, не знаю, я, честно говоря, когда вот это вот всё всплыло, потому что, потому что это вот какая-то странная вещь. Мне Юлиан Семёнов там говорил, что Александр Николаевич Яковлев был вместе завербован с Калугином в своё время, и что об этом знает якобы Крючков, председатель Калугин. Мне казалось это какой-то дикостью. Человек – второе лицо в государстве, курирует всю медику. И он завербован. Чекисты знают, что он завербован. Я этого немножко не понимал. Сейчас понимаешь? Тоже, в общем, как-то не вполне. Я не понимаю, что мешало донести это до того, кому надо. Уже существовал как-то институт сливов вот этих. То есть, честно говоря, очень-очень задачен. Когда я слышу сейчас, как Дмитрий Гордон, известнейший украинский журналист, говорит, что половина высшего руководства в Киеве являются кариатурой ФСБ, я вот это вспоминаю, думаю, может быть… Может, оно так и есть. Может быть, да. Не дым и без огня. Может быть, действительно как-то… В этом и есть великая церковная правда. Все сложнее гораздо, чем мы здесь представляем. Это очень интересная тема. Но, тем не менее, возвращаясь. После этой книги «Вещий генерал» ты пропадаешь с литературного, будем так говорить, горизонта аж на восемь лет. Это связано, наверное, по времени, как раз совпадает с твоим перемещением в Соединенные Штаты Америки. Да, в Америку. И как раз, возвращаясь назад, в 2011 году ты выпускаешь книгу, которая называется «Битлы перестройки». И «Битлы перестройки» – это книга о твоём, наверное, самом любимом в периоде твоей жизни «Взгляд». Почему я говорю, что «Любимым»? Потому что, начиная с этого момента, ты выпустил ещё два раза книги о «Взгляде». Одна называлась из них, если я не ошибаюсь, где она «Взгляд». Да. «Взгляд». Здесь дело в том, что я очень хорошо помню своего отца, который в 17 лет ушёл добровольцем на фронт. Поэтому меня, кстати, как бесит, когда я слышу термины «победа беси» или про этих миллиард изнасилованных немок или про советских оккупантов. Потому что, ну, от своего отца я просто слышал, как это было, и очень много про войну рассказывал. Так вот, он в 17 лет ушёл на фронт, и вот эти… в 44-м. И вот эти два фронтовых года, они в его биографии значили больше, чем вся его жизнь. Вся остальная жизнь. Он только этим жил. Он писал книги о фронте. То есть, там вот день, он вот за год шёл. И для меня вот по драйву, по вот этому накалу, вот эти взглядовские пару лет то же самое. То есть, может, кощунственно я не связываю с фронтовыми, а вот для меня лично по насыщенности я очень это помню. Я помню свои эмоции. Я помню, ну что, мне действительно казалось, что я религиционер. Мне действительно казалось, что мы сейчас совершаем революцию, что меня могут убить, там, не знаю, посадить психушку, там, арестовать. Реально вот этот риск, адреналин. Это забыть нельзя. Это как, ну не знаю, вот лидер Эра Смит говорит, что он слез с героина. Но тот, кто пробовал забыть, это не может никогда. Это лучшее, что в его жизни было. То есть, вот… Дорогие друзья, боже упас, мы сейчас здесь не пропаганда наркотиков ни в коем случае. Это не пропаганда, даже не пропаганда рок-музыки. Для меня по насыщенности и по значимости вот каждый этот эфир, каждый прожитый тогда день, каждая встреча, они значат больше, чем годы, проведенные после этого. Поэтому я этим живу, я ностальгирую, я помню это, вспоминаю и переживаю. Скажи, пожалуйста, вот я когда ехал, думал как раз про эти три книги, потому что ты примерно раз плюс-минус в восемь лет возвращаешься к этой теме и следующую книгу публикуешь. Последняя вышла в семнадцатом году. Возвращаясь в те вот эти вот насыщенные два года, с твоим сейчасшним багажным опытом, ты ещё по-другому стал бы делаться? Всё. Я всё стал бы делать по-другому. Конечно. Я всё стал бы… Какой был бы Додолев в то время, с опытом сейчасшим? То есть, у меня на самом деле ведь тогда какие-то бывали вот проблески чего-то, потому что вот не дали буквально, случайно совершенно на днях, мой знакомый нашёл выпуск с программой «Взгляд», кинул мне ссылку на Ютюбе, где было интервью с Ниной Андреевой. Нина Андреева – это такой был идеолог по контрреволюции, контрперестройке, и мы с Константином Львовичем Эрстом сделали тогда сюжет, он в качестве режиссёра, для «Взгляда». И я помню, что у меня же такое же отношение было, как ко всем её тезисам о том, что это там разрушает экономику, вот это всё, как вот заяву Макашёва, я помню, что это такое стебалово. Но когда начальство телевизионное в лице там Анатолия Григорьевича Лысенко и прочее сказал, что мы не будем выдавать это в эфир, хотя это был офигенный экклюзив, она никому не давала ни одного интервью, она выступила с этой полосой в Советской России, программной полосой, ну как бы правых, и не давала никому интервью. То есть это была очень хитрая операция, мы выдали себя за сотрудников Русской службы Би-Би-Си, там отдельная просто детективная история, поездка в Ленинград была. И я тогда понял, что они, взрослые дядьки, такие которые реально кукловоды, они-то понимают, что как минимум половина населения Советского Союза, выслушав её, подумает, блин, а ведь в этом что-то есть. Хорошо это что-то. В чём-то она права. А то скажешь, ты во многом. Не всё так просто. И я огрёб тогда. И от правых, и от левых после этого сюжета. Потому что центристов у нас как не было, такие нет, сейчас тогда их не было. И от красных, и от белых я тогда огрёб по полной. Скажи, пожалуйста, вот к персонам возвращаясь. У тебя много книг написанных, ну не много, но в твоём случае действительно много, о разных персонах. Там есть Градский, там есть Лимонов. А Лимонов аж две книги у тебя, опять же. То есть, ты дважды дуплетом выстроил с разницей в несколько лет, ты про Лимонов писал. И это очень хорошие книги, на самом деле. Дорогие друзья, я настоятельно рекомендую посмотреть. Проградского тоже будет вторая, надеюсь, ему уже 70 лет в ноябре. У меня в 3 ноябре 70 лет, я хочу сделать. Есть очень много интересных книг и очень интересных персон, о которых я разговаривал. Но вот мне интересует твоё мнение именно в связи с литературой, потому что этот персонаж упоминается практически, ну если уж не в каждой твоей книге, то через одну. И он до сих пор очень активен и в поле медийном учняке. Мы говорим о Макаревиче. Вот Макаревич, ему посвящена книга, ему посвящена вот эта книга не «Машина времени», а «Времени машин». Да. И он встречается очень часто. Наверное, самое упоминаемое имя вот у тебя здесь есть. Да, да. А где? Нет. Я понял вопрос. Я просто хочу сказать, что буквально на прошлой неделе издательство сдало книжку, которая выйдет к 50-летию «Машины времени», в апреле месяце выйдет книга «Машина времени», юбилейное издание, где там как раз Андрей Вадимович на обложке. Дорогие друзья, такой у нас рояль в кустах оказался. Видите, я об этом не знал, а как здорово получилось. Да. Потому что у меня к тебе вопрос такой. Да. У нас с возрастом, и о чём мы с тобой сейчас говорили, у многих людей с возрастом, происходит процесс осознания. И я так понимаю, что процесс осознания нас превращает в традиционалистов. Но есть абсолютно поразительные случаи, когда процесс осознания, прожитого опыта, превращает человека, двигает его ещё дальше в сторону экстремизма. И вот этот случай как раз Макаревича, как мне кажется. Разделяешь ли ты моё мнение вообще? Что произошло с Макаревичем? Он становится не просто противником строя, кровавого режима, габни и так далее. Он просто становится махровым записным русофобом. И на это смотреть, как человек, который слушал его музыку очень активно в молодости, мне просто больно. Мне читать его больно, мне смотреть на него больно. Как ты думаешь, что здесь произошло? Нет, он абсолютно не русофоб. Он абсолютно русский артист, русские художники, русские музыканты. И я не анализирую его творчество как живописца или рок-сочинителя или барда, а по восприятию и по образу мысли. Он просто, как с очень многими происходит, как это и с Александром Борисовичем Градским происходит, люди просто выходят за зону своих компетенций. То есть, он в определенном ключе видит геополитические какие-то события и совершенно не готов воспринимать аргументы экономического характера, не идеологически. То есть, ему кажется, что происходит возврат в СССР, что сейчас Советский Союз 2.0 выстраивается. Мы же понимаем, что это нет, потому что там была идеология. Абсолютно. Сейчас нет идеологии. Сейчас две страны или три супердержавы США, Китай и Россия пытаются как-то выживать и делить зоны влияния. И тот, кто не со своей страной… Кто против своей страны. Получается, что да. Кто не с нами, тот против нас. Кто не с нами, тот против нас. Я с ним на эту тему стараюсь не говорить, потому что это очень долгий разговор. Но человек, что я пытаюсь, Денис Ильич, человек может критиковать свою страну и при этом быть патриотом, блестящая работа Оливера Стоуна, который воевал во Вьетнаме, который офигенный патриот США. Он написал книгу, целый цикл телепередач, где документально доказывают, что США самый опасный и большой хищник в мире. Что это государство, которое может просто привести к краху цивилизацию в том виде, в котором мы знаем. Что история переписана. Он это делает аргументированно. Он поговорил с сотнями людей. Он пытается это осмыслить. Они просто выходят в эфир и говорят, надо отдать Флориду кубинцам, Нью-Мексико и Аризона мексиканцам. Мне кажется, что люди творческие, если они пытаются заниматься политикой, они должны либо как-то кого-то привлекать, либо с кем-то советоваться. Вот любимые у меня есть такая присказка, как сидят двое и говорят, ну почему? Почему Путин не возьмёт советника Рабиновича? Он говорит, какого Рабиновича? Ну хоть какого-нибудь! Мне кажется, что людям, которые не совсем владеют материалом, ему надо какого-то Рабиновича привлекать для того, чтобы их заявления были аргументированы, а не выглядели просто вот как, условно говоря, слоганы. Дорогие друзья, ну вот на такой ноте, что надо приглашать больше Рабиновича по предложению Евгения Додалева, мы и закончим, к сожалению, опять же говорю, к огромному сожалению, потому что тем поднято безумное количество. Вообще хорошо было бы сделать такой сериал «Разговоры с Додалевым». Я за, я за. «Философский вечер с Додалевым». Вот так мы бы назвали это. Спасибо большое, что были с нами. До следующих встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова